История о трагических судьбах детей во время войны решили рассказать современные юные скрипачи. Спектакль состоялся в Мариинском театре и называется он «Спасение маленькой скрипки». Это история о детях, которые прошли блокаду, войну. Из Одессы они добрались до Ленинграда в надежде найти там укрытие у бабушки. Но поскольку там была уже в это время война, блокада, то у надежды детей они испарились и всех надеждой разрушились. Поэтому дети остались одни, у них нет ни дома, ни еды, они одинокие. Мы отправимся в Ленинград. Там у меня живет бабушка. А фрицы туда и несутся. Ленинград далеко. Сколько мы будем туда добираться? А давайте представим себе, что наш урок с профессором продолжается. В сюжет нашего спектакля положена подлинная история об маленьких одесситах, учениках школы Петра Соломоновича Столярского. На их долю выпала героическая возможность проявить себя. Во время своего путешествия им приходится играть то для бойцов, то для раненых, то для матросов на боевом корабле. И музыка постоянно с ними. И особенно мы гордимся тем, что в нашем спектакле мы используем музыку Бориса Гольца, замечательного ленинградского композитора, умершего во время блокады. А мы вас узнаем. Мы играли в ваши фреслы. А какие фреслы? Кого? А я в фреслах. Ну а где вы его это взяли? Один ученик нашего профессора. У него из Ленинграда в вашу рукопись. Мы учили прямо по ней. В спектакле участвуют дети. Ученики средней специальной школы лицея при консерватории и два скрипача из детской школы искусств имени Павла Александровича Серебрякова. А что было сложнее? Сыграть или выучить слова? Ну в принципе все было легко. О, сценарий можно было запомнить уже с четвертого там раза, что там делать. А произведения эти я уже давным-давно выучил, играл. Поскольку я уже давно и занимаюсь, скрипка уже стала чуть ли не частью меня. Если бы я оказалась в такой ситуации, то конечно же я бы ее спасала. И пыталась огородить от всяких таких опасностей. Вот такую историю можно рассказать с помощью музыки. Историю спасения маленькой скрипки узнали Олеся Андронова и Маша Андронова.